отлично да все окей время у нас 11 часов 5 минут мы успешно до подключили николая всем добрый день кто в чате поздоровался спасибо вам большое и мы начинаем доброе утро добрый день у кого уже день меня зовут кеннадий расчеткин я работаю в евразийской коалиции по здоровью правам гендерному и сексуальному разнообразию сокращенные ком очень рад приветствовать вас на первом вебинаре по вопросам докатакты профилактики витинфекции в 20-21 годах при поддержке вив хеллские и ком проведет еще пять-шесть таких вебинаров в продолжение данного и мы будем говорить о самых разных аспектах преп и о том какова лучшая практика в мире о том какова лучшая практика в нашем регионе будем говорить об исследованиях как они проводились что интересного появляется будем говорить о людях которые работают в области проект и используют проект для защиты себя мы очень надеемся что все это будет интересно для вас а также надеемся на ваше активное участие в формировании тематики этих вебинаров да вы будете надеемся что вы будете помогать нам составлять до собирать вопросы задачи для того что делать что обсуждать на этих вебинарах данный вебинар по сути своей вводный и в чем-то пробный но вы видели что как минимум технику мы отрабатывали первые пять минут я с удовольствием его открываю и хочу представить вам ведущего вебинара николая лученкова врача инфекциониста эксперта по вопросам здоровья лгбт к и плюс людей через минуту николай подробнее расскажет о себе и собственно начнет вебинар несколько правил участия в вебинаре ну во первых я хочу обратить ваше внимание что ведется аудио и видеозапись вебинара поэтому позже он будет выложен выложен на ресурсах и ком чтобы те кто не может присутствовать сейчас могли посмотреть его в удобное для них время все вопросы которые у вас будут возникать по ходу вебинара пожалуйста запишите в чате да кнопка чата расположена внизу окошко да на по внизу на панели окошко зум посмотрите да поищите ее иногда она пропадает но когда вы начинаете двигать курсором панель снова возникает и николай после определенных блоков до своей презентации будет стараться на эти вопросы отвечать то есть по ходу кроме того в самом конце у нас будет часть дискуссии когда вы сможете задавать свои вопросы или высказывать свое мнение по тем или иным темам которые будут затронуты или которые не будут затронуты в ходе этого семинара прошу вас в ходе основной презентации не включать ваши микрофоны видеокамеры чтобы мы могли хорошо друг друга слышать и так как связь у всех качество связи у всех разное да чтобы мы не перегружали канал так на этом первые вводные слова то это все что я хотел вам сейчас сказать передаю вас в умелые сильные нежные руки николая пожалуйста спасибо большое геннадий а всем здравствуйте меня зовут николай лунченков я врач инфекционист консультант по вопросам здоровья лбт-нки-пласс сообщества собственно настоящий момент живу и учусь и работаю с техническим университетом мюнхена вот темой доконтактной профилактики занимаюсь наверное начиная с 2017 года еще будучи только в начале своей медицинской карьеры понял насколько это многообещающий перспективный метод профилактики вич инфекции не только с точки зрения медицинских аспектов но и конечно социальных и психологических и также это мощный мощнейший инструмент для укрепления сообществ но об этом мы поговорим в рамках нашего вебинара я тогда приступаю к скриш включу слайды да сразу скажу что так как это вот на вебинар мы физически не сможем коснуться всех вопросов до контактной профилактики но очень надеемся что после того как мы закончим вы напишите нам обратную связь и мы сможем подготовить последующие вебинары с ответить на те вопросы которые вам интересны но начнем достаточно вводно и базово и так сегодняшняя тема это что такое доконтактная профилактика для мужчин практикующих секс с мужчинами и как я говорю с чем ее едят давайте посмотрим о чем мы сегодня поговорим с вами вот несколько вопросов 6 вопросов на которые я читаю сегодня необходимо ответить это объяснить что такое все таки доконтактная профилактика действительно ли такой это инновационный новый метод как мы обычно говорим постараюсь объяснить механизм действия максимально просто без глубоких знаний фармакокинетики я уверяю вас достаточно легко понять и объяснить дальнейшем обязательно надо поговорить о исследованиях потому что медицине в принципе когда мы говорим о каких-то методах вообще лечения профилактики неважно все должно базироваться исключительно на данных исследований на научном обосновании и таким образом мы сможем ответить на два самых ключевых вопрос это их насколько это эффективно и эффективно ли это вообще и безопасно и конечно по и в конце я предпочитаю поговорить и объяснить что конечно доконтактная профилактика это не золотая пуля которая поможет нам решить абсолютно все проблемы связанные с вич инфекцией и передачей а это инфекция и конечно поговорить о так сказать слабостях и сложностях этого метода если у вас будут возникать вопросы я геннадий уже говорил что я люблю отвечать по ходу можно написать в чат и после каждого блока вопроса пишите задавайте ваши вопросы постараемся на них ответить и так давайте начнем ну начиная с самого начала эпидемии вич инфекции с 80-х человечество научное сообщество медицинское сообщество конечно все люди которые работают в сфере профилактики лечения вич инфекции пытались придумать те идеальные инструменты которые помогут нам собственно остановить распространение и вируса и собственно сократить вот ту большую проблему которая существует и просто сейчас перспективно обращая внимание уже практически 40 лет прошло с начала эпидемии вич инфекции с 80-х мы можем сказать что посмотреть как кардинально изменился наш подход то есть если начале 80-х главный метод состоял в том что мы говорили нет никаким сексуальным контактам воздержание так далее то сейчас мы спустя 40 лет мы полностью изменили взгляд и полностью пересмотрели свое отношение и подходы к этому собственно к этому профилактике вич инфекции да действительно мы видим что 90-х годах начинались программы снижения вреда пост контактной профилактики потом конечно важный одной из ключевых методов который мы узнали это лечение как профилактика и стейтмен утверждения про неопределяемый непередающий и конечно в настоящий момент один из крупных инструментов профилактики это доконтактной профилактикой и так что такое доконтактная профилактика если мы говорим с вами откровенно медицинским языком то доконтактная профилактика это прием лекарственных средств, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции исключительно ВИЧ-отрицательными людьми в целью снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при незащищенных половых контактах. Это такое сухое медицинское определение. Но в реальности, на самом деле, конечно, доконтактная профилактика – это гораздо нечто большее, чем просто прием лекарств. Доконтактная профилактика – это спокойствие. Доконтактная профилактика в настоящий момент, мы можем говорить, что это часть культуры, это инструмент укрепления сообщества, это полное изменение нашего понимания гей-секса. И самое главное, за что я очень люблю и являюсь фанатом этого метода – это свобода выбора. Доконтактная профилактика подарила нам ту свободу, которая необходима. Почему я говорю о спокойствии? Ну вот, например, несколько исследований, в частности, крупное австралийское исследование, называется FLACS, показало, что уровень тревоги и депрессивных расстройств среди людей, применяющих доконтактную профилактику, значительно ниже, чем до того момента, когда они начинали ее принимать. Мы видим, что прием доконтактной профилактики и вовлечение в программы доконтактной профилактики приводит к снижению уровня внутренней гомофобии. Люди начинают чувствовать себя более свободными, открытыми, не переживать по поводу риска инфицирования ВИЧ-инфекции. Это устраняет возможный барьер для того, чтобы принять себя и принять свои, так сказать, желания, принять свои интересы и то, к чему ты чувствуешь себя принадлежащим. Крайне важный момент, кроме того, доконтактная профилактика оказывает влияние на снижение уровня стигмы ВИЧ-позитивных людей. Некоторые исследования, качественные исследования, основанные на глубинных интервью с, так сказать, препьюзерами, людьми, принимающими доконтактную профилактику, показывают, что прием доконтактной профилактики, устранение боязни инфицирования, устранение вот этих вот внутренних переживаний способствует тому, что, во-первых, люди, принимающие доконтактную профилактику, начинают более спокойно относиться к феномену, ну вообще к самому понятию незащищенного секса и к ВИЧ-инфекции, и, собственно, таким образом снижает риск, не риск, а снижает уровень стигмы в отношении ВИЧ-позитивных людей. Когда я говорю, что это часть культуры, на самом деле это действительно так. Итак, мы сейчас видим, что преп – это, собственно, такая же неотъемлемая часть гей-культуры, как и многие другие вещи. Вокруг доконтактной профилактики образуются те сообщества, которые раньше не образовывались. Это является тем стимулом, запускающим развитие сообществ. Мы видим это на примере различных инициатив, в частности, такой инициативы в Великобритании, как препстер, которая основана для людьми, принимающими доконтактную профилактику, для людей, принимающих доконтактную профилактику. И сейчас, говоря в современном мире о гей-культуре и, собственно, гей-отношениях, надо понимать, что преп – это неотъемлемая часть этой жизни. Конечно, это инструмент укрепления сообществ. Как только преп появился на нашем рынке, ученые, активисты, доктора, социальные работники, все, собственно, кто так или иначе касается темы ВИЧ-инфекции, объединились в одно огромное сообщество, в частности, на фотографии можно посмотреть с последнего саммита преп Европы, где собираются коллеги со всей Европы и делятся лучшими практиками, исследованиями, наблюдениями, опытом для того, чтобы непосредственно усилить этот метод, собственно, в нашем сообществе и объединиться вокруг него. Мы видим, что, как еще раз я уже рассказал, в некоторых странах ПрЭП программы доконтактной профилактики являются тем запускающим стимулом для начала активного и масштабного развития сообщества. Ну и, конечно, следует понимать, что в современном мире ни одна государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции не обходится без методов доконтактной профилактики, и это, на самом деле, сейчас так и есть. И, конечно, это изменение восприятия гей-секса и та свобода выбора, о которой я ранее сказал. До момента появления ПрЭПа, когда мы говорили о, в принципе, гей-сексе, всегда присутствовала некая настороженность, всегда присутствовал некий риск и был некий такой негативный окрас. С появлением ПрЭПа мы можем говорить, что последние, так сказать, переживания, и мы впервые за всю историю мы можем говорить о гей-сексе не как о риске и источнике какого-то потенциального риска, но как о вещи, которые могут приносить удовольствие, наслаждение и раскрепощение. То, чего не хватало в сообществе на протяжении очень-очень долгого времени. И сейчас ты склонен, когда мы с появлением доконтактной профилактики, ты можешь выбрать тот вид секса, который тебе хочется, который заставляет тебя чувствовать комфортно и приносит удовольствие наибольшего удовольствия. То есть впервые за всю историю секс становится позитивным и носит положительный окрас. И это очень важно. С чего все начиналось? На самом деле история доконтактной профилактики начинается с начала нулевых века, когда были первые исследования, попытавшиеся найти какие-то другие методы, за исключением презервативов, снижение вреда и того, что было до этого момента. Первые исследования были, включая лубриканс, содержащие препараты для лечения межинфекции, там тенофавир внутри лубрикантов и гелий. Но они все были не очень успешны. И вот если мы посмотрим, то на, так сказать, линию, временную линию начала доконтактной профилактики, в 2012 году FDA, это американская организация, занимающаяся одобрением лекарств и методов лечения, одобрила комбинацию м3-стабина и тенофавира для доконтактной профилактики в Соединенных Штатах. Ну и на самом деле это стало таким запускающим моментом, когда начиная от Всемирной организации здравоохранения, Европейской ассоциации по ВИЧ-инфекции, все крупные агентства начали одобрять и писать рекомендации по применению этого метода. И более того, начиная уже там с 2015 года, мы видим, как и европейские страны начинают имплементировать этот метод частью своих программ профилактики в ВИЧ-инфекции в своих странах. Во многих странах это становится методом, который поддерживается и оплачивается государством. Во многих странах это становится неотъемлемой частью системы здравоохранения. Ну и, конечно, что происходит в Восточной Европе и Центральной Азии? Я сразу скажу, что если я немножко напутал с временным промежутком, прошу прощения, наших коллег. Но на самом деле Восточная Европа не так сильно и позади всего мира. Более того, мы уже видим в настоящий момент три страны, которые имеют программы до контакта профилактики Грузия-Молдова-Украина. Великолепно просто коллеги работают. Я уверен, что уже накопилось достаточно опыта для того, чтобы поделиться программами реализации, теми сложностями, с которыми сталкивались, учитывая специфику нашего региона. И это говорит лишь о том, что на самом деле нашему региону, нашим странам, которые находятся в Восточной Европе и Центральной Азии, и, в принципе, есть чем гордиться докторами, коллегами, сотрудниками некоммерческих организаций, социальными работниками, учеными, всеми теми людьми, которые помогли имплементировать этот метод в нашу текущую действительность. Я очень надеюсь, что на самом деле с каждым годом эти программы будут только расширяться, и количество участников в этих программах будет только увеличиваться. Это то, что нам сейчас действительно необходимо. Давайте поговорим о механизме действия. Как же все-таки работает ПРЕ? Вот есть такая картинка, данная из учебника. И если мы посмотрим, это цикл развития собственного вируса, иммунодефицита, встраивания его в клетку, размножения внутри клетки и выхода из клетки. Препараты, которые мы применяем для доконтактной профилактики, тенофавиром, третстабин, либо тенофавир и ламиудин, это препараты, относящиеся к классу ингибидоров обратно-транскриптазы. Эти препараты, собственно, препятствуют размножению вируса в клетке. Они блокируют этапы и не позволяют вирусу создать новые копии в клетке. Ну вот, собственно, если вы посмотрите, где написано обратно-транскриптаза, он блокирует вот этот самый фермент. Ну, а если на самом деле, проще говоря, схематически показать, то выглядит примерно вот так. Есть фермент обратно-транскриптаза, есть вирус иммунодефицита, и вот доконтактная профилактика, она его блокирует, настает между ними, тем самым не позволяя вирусу создать новые копии и, собственно, произойти инфицирование. Ну, теперь, понимая историю развития и понимая то, как это работает, давайте посмотрим на те исследования, которые у нас были и показали свою эффективность. И разберемся, насколько и вообще эффективно ли это. Вот есть схема, табличка. Конечно, на самом деле, исследований, которые можно было записать в эту таблицу, их значительно больше, и просто чтобы не создавать бесконечно большую таблицу, я постарался включить самые основополагающие исследования. И сегодня мы поговорим про два, на мой взгляд, главных и изменивших наше представление, это IPREX и PROUD. Оба этих исследования фокусировались на мужчинах, практикующих секс с мужчинами, и трансгендерными женщинами. И оба этих исследования изменили наше представление и привели к тому, что мы имеем сейчас, а именно внедрение этого метода в нашу практику. Давайте начнем с IPREX. IPREX – это было первое крупное исследование с участием мужчин, практикующих секс с мужчинами. Участвовало несколько стран. Это ЮАР, Таиланд, США и страны Латинской Америки. Критериями включения это были ВИЧ-тридцательные люди, мужчины, практикующие секс с мужчинами, или трансгендерные женщины. Под высоким риском инфицирования ученые предполагали это наличие более четырех партнеров в течение полугода. Что сделали? Классическое исследование, плацебо-контролируемое исследование, когда разделили на две группы людей. Одним давали преп-комбинацию кенофавир и м3-стабин ежедневно, а другим давали плацебо, то есть пустышку, и наблюдали. Сейчас, смотря в прошлое, мы понимаем, насколько неэтично было это исследование. Но тогда, чтобы вы просто понимали контекст, не было полной уверенности, что доконтактная профилактика работает. Сейчас, конечно, представлено текущее исследование в наших реальностях, в нашем времени, сейчас уже невозможно. Что обнаружили? В группе тех, кто принимали ежедневно ДКП, снижение заболеваемости ВИЧ произошло на 44%. Казалось бы, не очень многообещающий результат. Однако, после того, как исключили людей из этого исследования и из этого статистического анализа, людей, у которых не было в крови препарата, это говорит о том, что они просто его не пили. То есть, они участвовали в исследовании, но не принимали препарат. Настоящая эффективность этого метода составляет 92%. То есть, это очень-очень высокий показатель. И тогда, после этого исследования, президент Барак Обама в 2010 году объявил о том, что он считает, что этот метод является главным, эти исследования, результат являются главным научным достижением 2010 года. и выразил политическую поддержку программы ДКП со стороны своего, собственно, своей администрации. И это, я бы сказал, такой переломный момент, когда метод профилактики ВИЧ-инфекции получает огромную политическую поддержку и начинается наращивание изучения, наращивание внедрения. И, понимаете, как мы уже на предыдущих слайдах обсудили, в 2012 году действительно FDA Соединенных Штатов одобряет ДКП для комбинации этих препаратов для доконтактной профилактики. И следующее исследование – это ПРАУД. Проводили коллеги из Великобритании. Точно так же ВИЧ-отрицательные мужчины, практикующие секс с мужчинами, или трансгендерные женщины. Здесь было немножко, так сказать, хитрее. Решили посмотреть группу, которая принимала ДКП ежедневно, каждый день, пили по одной таблетке. А вторая группа должны были подождать 12 месяцев до того, как начать. И оценить, как снижаются риски инфицирования тех, кто принимает сразу. И показалось, статистически достоверные показатели у нас были – это 86% снижения риска инфицирования ВИЧ-инфекции. И также посчитали, сколько необходимо людей, принимающих доконтактную профилактику, чтобы предотвратить одну ВИЧ-инфекцию. Это число 13 человек, принимающих ДКП, предотвращает один случай инфицирования ВИЧ. И после того, как прошел анализ первых результатов, медицинская палата рекомендовала прекратить прием плацебо и продолжить пациентам перейти на доконтактную профилактику. И начиная с 2014 года, плацебо-контролируемые исследования больше не проводятся в отношении ДКП. Сейчас мы можем говорить только о разных формах препаратов, в разных комбинациях, но эти исследования показали, что ДКП абсолютно точно эффективно и абсолютно точно более высокое преимущество, чем препараты, чем просто плацебо. Давайте поговорим, безопасно или нет. Это, кроме эффективности, это второй вопрос, на который необходимо отвечать всем, кто реализует этот метод, и вообще, в принципе, любые методы. Потому что, кроме эффективности, нам надо быть уверенными, что наши клиенты, наши пациенты, наши, собственно, все, кто использует этот метод, будут здоровы. И вреда никакого им это не принесет. Ну вот тоже прошел мета-анализ. Это такой вид исследования, когда анализируются все предыдущие исследования. Было проанализировано чуть более чем 15,5 тысяч человек. И здесь мы видим четко, что достоверных отличий между людьми, принимавшими доконтактную профилактику и плацебо, нет. Это говорит о том, что доконтактная профилактика безопасна в приеме, ничуть не вреднее, чем плацебо. И когда нам часто спрашивают, будет ли проблем с костями, не будет ли проблем с почками, мы всегда можем говорить, да, безусловно. С учетом того, что есть лекарственные препараты в составе доконтактной профилактики, возможно развитие побочных эффектов. Но два момента. Стоит понимать, что, во-первых, это необратимый, то есть как только человек перестает принимать эти побочные эффекты, уходят и все приходит в норму. И второй момент, конечно, значительных отличий между плацебо, то есть если бы эти проблемы развились сами по себе и приема доконтактной профилактики, нет. Ну и, конечно, попробуем ответить, все ли так идеально. Ну, на самом деле, были случаи неудачи за время наблюдения и за время применения этого метода. Было два случая инфицирования в Торонто. И в Нью-Йорке в 2016 году участники программы, которые нерегулярно принимали препараты, и, к сожалению, они еще инфицировались штаммами, которые имели резистентность к тенофавиру и третистабину. В 2017 году произошел первый-единственный случай инфицирования с отсутствием резистентности. И здесь возникает вопрос, принимал ли участник программы, был ли он привержен, четко ли он принимал все. И в 2018 году, это три случая, все это в Бангкоке и в Сан-Франциско, также либо были частично резистентными, либо, собственно, не принимали. Вот. Либо один из случаев в Бангкоке произошел, человек был инфицирован до начала доконтактной профилактики, и только спустя какое-то время наблюдения был диагностирован с ВИЧ-инфекцией. Вот. Это говорит лишь о том, что правильный скрининг, правильное обследование людей до начала приема критически важно, не только с целью выявления, собственно, ВИЧ-инфекции и предотвращения возможной резистентности, ну и, конечно, это, когда такие случаи происходят, они вносят, так сказать, компрометируют немного метод ДКП, и, в общем, хотелось бы, чтобы такого, конечно, не происходило. Но вот о том, как правильно проводить скрининг, что необходимо делать, мы можем поговорить на следующих вебинарах. Вот, пожалуйста, побочные эффекты, которые часто возникали. Это основано, собственно, на исследованиях, которые замечали и в Айпроексе в ПРАУД. На самом деле, с точки зрения позиции человека, который и сам принимал доконтактную профилактику и регулярно консультировал по доконтактной профилактике, в моей практике, кроме диареи и боли в животе и неприятных каких-то ощущений, первые дни после приема, именно с точки зрения желудочно-кишечного тракта, я не наблюдал. Как правило, это все купируется достаточно просто. Я рекомендовал и сам принимал ПРЭП после еды, а не на голову на желудок. Инфекции, собственно, которые могут возникать, мы тоже можем поговорить. Является ли доконтактная профилактика риском? Инфекция передвижена по другому путем или нет? Здесь тоже до конца четкой позиции не существует. С одной стороны, одни говорят, что да, является. С другой стороны, говорят, что нет. Но данные, которые мы наблюдаем и в Лондоне, в клиниках, которые активно внедряют метод ДКП и в Берлине, говорят о том, что здесь не все так однозначно. Ну и что подтверждают, собственно, данные наших исследований, потому что вы можете увидеть, значительных отличий между плацебо и группой применения препарата нет. Основываясь на тех данных, которые мы сейчас с вами обсудили, мы можем четко сказать, что эффективность доконтактной профилактики при ежедневном приеме составляет 99%. Почему мы не говорим никогда 100%? Это по той простой причине, что, к сожалению, в этом мире 100% абсолютно быть уверенным ни в чем нельзя. Но и данные исследования, которые у нас сейчас имеются, говорят о том, что если человек четко соблюдая критерии приема, ежедневно принимает доконтактную профилактику, не пропускает и не применяет других препаратов, которые способны изменить концентрацию антиретровирусных препаратов в его крови, то эффективность составляет 99%. Что по итогу? Действительно, доконтактная профилактика является достаточно новым методом профилактики ВИЧ-инфекции, которые набирают все большую популярность, в частности, среди ключевых групп. Программа ДКП постепенно начинает появляться не только в странах Западной Европы и США, но и в регионе ВИЦа. Страны в регионе ВИЦа, как мы уже обсудили, увеличивают количество участников, появляются новые проекты, и это не может не радовать. Многочисленные исследования показывают крайне высокую эффективность в отношении предотвращения инфицирования ВИЧ и наиболее положительные результаты среди мужчин, практикующих секс с мужчиной. Механизм действия достаточно прост и сводится к тому, что просто предотвращает инфицирование клетки вирусом муни-дефицита. И, конечно, доконтактная профилактика является безопасным и эффективным методом профилактики, однако не исключает наличие побочных эффектов в определенных ситуациях. На этом я завершу презентацию и буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, Николай. У нас собралось некоторое количество вопросов и комментариев. Сейчас я прочитаю эти вопросы, вы на них ответите, а пока, уважаемые участники, если вы хотите что-то высказать, то, пожалуйста, поднимайте руки и после того, как вопросы будут прочитаны, отвечены, я предложу вам ваше мнение, комментарии высказать. Чтобы поднять руку, опять же, на панельке внизу окошка Zoom вы можете выбрать опцию участники или participants, у кого на каком языке, и там будет кнопка «Поднять руку». Пожалуйста, пользуйтесь ей, если хотите говорить. Теперь вопросы, которые были. Первый вопрос, каким образом ПрЭП помогает избавиться от тревоги? Ну, первое, да, вот исследование, которое мы обсуждали, исследование ФЛАКС в Австралии показывает, что люди, которые принимали доконтактную профилактику, отмечали снижение уровня тревоги, и авторы объясняют это тем, что человек, который применяет доконтактную профилактику, перестает бояться инфицироваться ВИЧ-инфекцией. Уходит элемент вот этого вот внутреннего страха и переживания насчет инфицирования. И на самом деле, если вот поговорить с коллегами, ну, и не только с коллегами, с людьми, которые принимают ДКП, например, один из моих близких друзей, он активист с огромным уровнем, огромным, так сказать, долго работает в сфере ВИЧ-инфекции, и он сказал, что несмотря на то, что он все прекрасно знает, и то, что это не смертельно, и абсолютно сейчас контролируемая инфекция, и здесь никакого, по сути, ну, вот кардинального отличия от людей без ВИЧ-инфекции нет, все равно у него было внутреннее переживание до того момента, пока он не стал принимать ДКП. И он говорит, что после того, как он начал принимать доконтактную профилактику, он позволил смело, позволил себе взглянуть на те практики, которые он хотел раньше попробовать, но боялся, потому что переживал, что есть риск инфицирования. И это подарило ему некоторую внутреннюю свободу, которой ему не хватало, и это сделало его счастливее, и чувствовать он себя стал намного лучше. Это просто проиллюстрирует пример. Вот так объясняют авторы исследований. То есть уровень тревоги, который, снижается уровень тревоги, который может быть связан с сексом? Да, абсолютно точно. То есть люди, которые принимают доконтактную профилактику, становятся более, так сказать, менее склонны переживать по поводу секса. Ясно, спасибо. Следующий вопрос. Там тоже Жень Песемский писал, что люди перестают бояться инфицирования ВИЧ. И здесь, на самом деле, мы, надеюсь, вернемся к этой теме. Надо ли бояться инфицирования ВИЧ? Ну, это вечная тема, если говорить о профилактике. Следующий вопрос, который был, касается побочных эффектов и предметно-побочных эффектов в сочетании с гормональными препаратами, которые применяют транс-мужчины. Есть ли какое-то взаимодействие, какие-то рекомендации по этому поводу? Очень хороший вопрос. И, на самом деле, очень важно понимать, что значительных отличий между приемом среди геями-бисексуалами и трансгендерными мужчинами, трансгендерными женщинами эффективности и побочных эффектов никаких нет. Более того, мы сейчас видим, я очень рад видеть, появление движений адвокации за увеличение доступа до контактной профилактики для транс-людей. Это очень здорово. И, в частности, например, я просто периодически буду аффилировать во время наших вебинаров к практике, которая существует в Лондоне. Есть такая организация Клиник. Они сделали невероятно классную программу распространения информации о до контактной профилактике. На одном из моих слайдов я взял эту картинку, где двое транс-мужчин изображены вместе. И эта организация, в частности, говорит о том, что нет никаких побочных эффектов значительных. Все точно то же самое. Пожалуйста, используйте этот метод, если он вам необходим. Не бойтесь. Спасибо. Вопрос следующий касался записи вебинара. Да, запись ведется, и он будет выложен на ресурсах ЭКОМа, и ссылка будет доступна для всех и участников, и тех, кто хотел бы его посмотреть в другое удобное для них время. Вопросы, дальше которые поступали, касаются доконтактной профилактики для людей, употребляющих наркотики. То есть, насколько ДКП эффективно при парентеральном пути, при риске заражения, при инъекциях наркотиков, например. Было исследование, называлось Панкоктенофавир исследование, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2012 году, когда применяли ДКП для людей, употребляющих наркотики. Но, да, действительно, эффективно. Но единственный момент, который необходимо понимать, что в случае людей, употребляющих наркотики, доконтактная профилактика должна следовать вместе с другими методами, такими, как снижение вреда и все прочее, что мы знаем в отношении людей, употребляющих наркотики. Говорить о программе ДКП для людей, употребляющих наркотики, в регионе, где наркопотребление криминализовано и, пожалуй, наркопотребитель является одной из самых уязвимых групп, доконтактная профилактика, я бы сказал, что не тот инструмент, который необходим. Но, да, он эффективен, точно так же, как и для других видов. Для других рисков инфекцирования. А исследования для цис-гетеросекса? Были исследования и для гетеросексуальных пар, и для, собственно, сердескордантных пар. Все показали свою эффективность. Но, опять же, однако, если мы говорим о гетеросексуальных парах, то, в принципе, доконтактная профилактика, но, опять же, за исключением некоторых случаев, не всегда является тем самым необходимым методом. Хотя, безусловно, безусловно, мы говорим о том, что доступ к этому методу должен быть у всех, у каждого человека, которому это необходимо. И именно поэтому мы дальше будем говорить о том, как оценить риски и как оценить потребность человека к этому методу. Вот. Но эффективность та же самая. Есть большие отличия между гетеросексуальными женщинами в плане срока достижения необходимой концентрации препаратов в крови, но эти, на самом деле, отличия, они незначительные. Мы тоже о них коснемся, если будет кому-то интересно. Либо мы будем, насколько я правильно понимаю, мы будем отвечать на вопросы, можно эти вопросы будут нам написать, и я подготовлю вам развернутый большой ответ по тому, как применять доконтактную профилактику среди гетеросексуалов. Спасибо. Большой вопрос, который задан по поводу перспектив инъекционных препаратов для ПрЭП, например, капотогравира, но я предлагаю его сейчас не трогать, потому что он требует действительно большого, развернутого, серьезного ответа, и мы обязательно поговорим об этом на следующих вебинарах. Сейчас перейдем к другому вопросу ПрЭП и инфекции, передающиеся половым путем. Вы, Николай, говорили, что ПрЭП не защищает от ИППП, но вопрос рисков и защиты от ИППП, он, собственно, тоже достаточно неплохо исследован в отношении ПрЭП, что вы можете сказать? Ну, разные есть исследования и разные позиции в отношении ДКП и инфекции, передающихся половым путем. Первое, самое важное, конечно, доконтактная профилактика не является профилактикой в отношении любых других инфекций, передающихся половым путем. Это только в отношении ВИЧ-инфекции. Второй момент. Люди, которые участвуют в программе доконтактной профилактики, они регулярно проходят обследование и тестирование на ИППП. То есть, это люди не просто купили и больше не появляются в наших условиях. Почему доконтактная профилактика является в этом смысле очень хорошим инструментом? Мы человека помещаем в систему здравоохранения, и человек находится под нашим постоянным наблюдением. То есть, например, если бы он не принимал Преп, у него инфицировался гонореей, хламидиями и чем-то таким, другими инфекциями, то есть риск, что он в какой-то момент не пришел бы в систему здравоохранения, не пришел бы сдать анализы, потому что мы знаем, что много случаев без симптомов. Доконтактная профилактика обеспечивает нам уверенность того, что человек будет регулярно обследоваться, и как только мы его являем, сразу же лечим. То есть, по тем программам, которые мы видим, уже много лет работают, видим, что вначале происходит действительно подъем диагностированных случаев, но опять же, связано ли это с тем, что люди становятся более рискованны в своем поведении? Не знаю. Связано ли это с тем, что люди начинают обследоваться? Да, определенно, это связано с тем, что люди начинают чаще обследоваться. И еще один момент, для некоторых инфекций презерватив не всегда является абсолютным способом профилактики. Мы говорим о том, что если мы говорим про оральный секс, есть всегда риск инфицирования гонореи, хламидии, сифилисом. И, ну, я вот честно спожу, и своего личного опыта, и, как говорится, практики пациентов и знакомых, я не встречал людей, занимающихся ранним сексом, презервативом. вот, так что надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Мы обязательно будем говорить об этом, может быть, даже сделаем отдельный вебинар, который будет касаться ВИЧ и другие инфекции, и не только инфекции, другие заболевания, которые, и как ПрЭП на все это влияет. Еще один вопрос есть, касается он эффективности ПрЭП в среде людей, практикующих химсекс. И Владимир Александрович Гришкин, извините, пожалуйста, у меня очки старые, я не все вижу, поясняет, что клубные наркотики влияют на концентрацию препаратов в крови и в тканях, соответственно, как в данном случае выглядит эффективность. Я не совсем соглашусь, что клубные наркотики влияют просто по той причине, что для того, чтобы так утверждать, нам необходимы исследования, которых у нас нет, есть невозможность их провести, потому что, чтобы оценить, снижается ли, насколько снижается или нет, таких исследований нет. Однако есть четкое понимание, что если человек практикует химсекс, то доконтактная профилактика возможно тот самый метод, который ему необходим для того, чтобы предотвратить инфицирование ВИЧ-инфекции. Безусловно, когда мы говорим о таком феномене, как химсекс, ПРЭП является одним из наших ключевых инструментов в профилактике. Спасибо. И в продолжение вопрос по поводу эффективности ПРЭП среди людей, употребляющих наркотики в принципе, в целом, есть ли у вас сейчас под рукой точная статистика? Сразу оговорюсь, у нас немного времени осталось. Если этой статистики нет, мы просто этот вопрос ответим на следующих вебинарах или в публикациях, которые будут связаны с вебинарами. Я думаю, что лучше сделать отдельную публикацию или написать на этот вопрос в виде имейла, потому что я не хочу сказать неправильную цифру, и мне надо посмотреть исследования, которые проводились, чтобы так утверждать. Я не хочу быть голословным. Окей, спасибо. Спасибо. Больше вопросов я не вижу написанных, поэтому если вы хотите высказать свое мнение, поделиться какими-то соображениями и так далее, пожалуйста, поднимайте руки, и я буду включать ваш микрофон. Пожалуйста, Эра. Здравствуйте. Я просто хотел сказать, что этот семинар был очень полезен, и я много чего знал. Спасибо. В принципе, вопросов нет. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли еще комментарии или, может быть, дополнительные вопросы? Кажется, нету. Кажется, нету. Я говорю, есть ли эффективен ли преп в дискордантных парах. Вопрос нам задает Михаил Ротар. Да, есть эффективность. Вот, например, одно из исследований, которое вот на слайде было, это исследование Partners Prep. Эффективность в сердескордантных парах составила 92%. Это исследование включало практически 5000 человек, одно из множества, потому что, на самом деле, в реальности их было больше, этих исследований. Но сейчас мы говорим, что вот по там, в том исследовании это было 92% эффективности. Не будет являться ли причиной, да? Позволю себе дополнить тему дискордантных пар. Преп и дискордантные пары это немножко более сложный вопрос, чем Преп, например, для МСМ, вот в рутинной, да, сексуальной жизни. Потому что, когда есть устойчивая пара и один из партнеров ВИЧ-позитивен и принимает ЭРВ-терапию, тогда Преп имеет смысл ровно до тех пор, пока у партнера определяемая вирусная нагрузка. Как только вирусная нагрузка благодаря антиретровирусной терапии снижена до неопределяемого уровня, смысл приема Преп у неинфицированного партнера ну, как бы значительно снижается, так скажем. Абсолютно. Да, но остается вопрос приверженности к лечению со стороны ВИЧ-позитивного партнера и введение таких случаев это всегда определенная сложность для организации, которая эту услугу предоставляет, потому что надо постоянно работать с парой, а не только с одним человеком, как в случае стандартной схемы. И там будет постоянно подвязан вот этот вопрос уровня вирусной нагрузки. Обязательно тоже будем говорить об этом в следующих вебинарах. Я просто добавлю случай, вот часто использую в презентациях, когда консультировал пару своих пациентов, у меня был один пациент, ВИЧ-позитивный, и принимал он терапию на протяжении по-моему двух или трех лет, то есть достаточно уже такой долгий период, и неопределяемая вирусная нагрузка была достигнута достаточно быстро, и он был в течение уже нескольких лет с неопределяемой вирусной нагрузкой, значит, никакого риска инфицирования быть не могло. Вот, и, собственно, обратился он со своим партнером, ВИЧ-отрицательным, у ВИЧ-отрицательного партнера был запрос на прием докатакта на профилактике, так как, как он говорил вначале, переживает, что все-таки, а вдруг, все-таки мало ли что. Сначала мы долго разговаривали про неопределяемые непреддающие о том, что никаких сомнений у нас вообще быть не может в этом смысле, но и потом в какой-то момент я спросил, бывают ли у них контакты с другими людьми, тоже нет, не бывают никаких контактов с другими людьми, и вот момент, в один момент я решил поговорить с ними наедине, и в разговоре с ВИЧ-отрицательным партнером выяснилось, что у него на самом деле бывают моменты, когда у него случается секс с другими людьми, и он переживает о том, что возможен риск инфицирования, но поговорить об этом он очень боится и переживает. В этом случае, конечно, доконтактная профилактика имеет смысл. Спасибо. Еще один вопрос, который пришел от наших участников. То есть, если я инфицирован, и вирусная нагрузка не определяется, я могу начать пить ПрЭП? Нет. Смотрите, если вы инфицированы и вы принимаете лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, у вас достигается неопределяемая вирусная нагрузка, если я правильно понял вопрос, то доконтактная профилактика, конечно, здесь не нужна. Здесь необходимо продолжать прием лечения, принимать лечение. Доконтактная профилактика это исключительно для ВИЧ-отрицательных людей. исключительно. Окей. Ну что ж, если рук больше нет... Сейчас, извините, просто есть еще один вопрос. Да. Не является ли причиной резистентности? Про резистентность. Вопрос про резистентность. Значит, ДКП не будет являться причиной резистентности. Ответ нет, не будет. В 2019 году на конференции КРОЙ, это большая конференция, проходящая в США, но она в основном для ученых и врачей, были опубликованы данные, основанные там на исследовании в Нью-Йорке и показали, что те случаи, которые возникли, возникали у людей после того, как они переставали принимать доконтактную профилактику, те, кто из них потом впоследствии инфицировался, были ли у них резистентные штаммы. Ответ нет, не было. То есть развития резистентности нет. Снова вопрос про ИППП. Не приведет ли обширный прием доконтактной профилактики к массовым заболеваниям ИППП? Ну, опять же, как я уже говорил, когда у нас человек находится в системе здравоохранения, следуется во время доконтактной профилактики, мы его лечим. Мы препятствуем, мы, точнее, способствуем не только излечению человека, но мы обрубаем вот эту эпидемиологическую цепочку. Таким образом, он не будет передавать инфекции, инфицировать других людей. И поэтому это хороший аспект. Но, опять же, как мы говорили, будут ли люди заниматься более, так сказать, небезопасными практиками, будут ли они более рискованные, ну, четкого понимания нет. Есть разные позиции. Я все-таки стараюсь придерживаться точки зрения, что первое время да, потом все-таки значительных отличий быть не должно. Правильно ли говорить о том, что при приеме ПрЭП нет надобности использовать презерватив? Или все-таки стоит использовать презерватив плюс ПрЭП? Всегда, когда мы говорим о ПрЭПе, ПрЭП это не альтернатива презервативу. Это всегда должно идти вместе. Просто мы говорим, что когда человек использует только презерватив, возможна ситуация, когда презерватив порвется, либо презерватива не будет под рукой, но сколько у нас было таких ситуаций? Даже у меня сколько было таких ситуаций лично? А когда человек понимает доконтактную профилактику, даже если что-то случается с презервативом, есть второй барьер, который его защищает. Вместе это идеально. Но я никогда не скажу, что если человек понимает доконтактную профилактику, то презерватив может не пользоваться. Это просто не очень корректно и неэтично. Потому что, как мы уже сказали, что резерватив может защитить и от других ППП, а ДКП – это только в отношении ВИЧ. Есть еще вопрос по поводу оценки рисков. Спасибо, Николай, очень познавательно. Что важно для меня узнать про оценку рисков инфицирования и какие есть показания для использования ДКП? Здесь, наверное, вопрос, что важно знать для оценки рисков инфицирования и в связи с ДКП. Ну, это, я думаю, что мы подробно остановимся в последующих вебинарах, потому что есть специальная таблица Всемирной организации здравоохранения для оценки риска и для оценки необходимости применения до контакта профилактики. Показания для использования ДКП – это хотя бы один раз прием постконтакта профилактики в течение полугода. Это количество партнеров более четырех. Это наличие незащищенных половых контактов периодически. Это практика химсекс, если пациент или клиент говорит нам о том, что употребляет наркотики периодически с целью сексуальных практик. Но это, наверное, такие основные базовые моменты, на которые я бы сейчас отметил. Ну, конечно, есть специальная шкала оценки. Ну, и самое главное – это желание, конечно, человека. Если человек приходит и говорит, что я очень хочу начать преп, мы не можем сказать, нет, тебе не надо преп. Мы можем поговорить, выяснить реальные причины, но желание – это тоже считается одним из ключевых моментов. Спасибо. В принципе, мы свой час исчерпали, хотя у нас осталось несколько неотвеченных вопросов, которые касаются, опять же, презервативов. И, наверное, стоит сделать отдельный разговор по поводу презервативов, потому что он вызывает много и сомнений, и эмоций, иногда даже возмущений. Уважаемые коллеги, друзья, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня, да, все 53 человека, которые были на этой встрече сегодня, и сказать, что вам придет оценочная анкета, где мы будем просить вас высказаться по поводу качества этого вебинара, а также мы будем собирать вопросы для следующих вебинаров. Если у вас есть коллеги, друзья, которые принимают преп или работают в проектах преп, пожалуйста, подключайте их. Мы будем стараться делать эти вебинары полезными, в первую очередь, для людей и организаций в наших регионах, учитывая ту работу, которая в разных странах ведется по обеспечению доступности до контакта-профилактики для МСМ и других ключевых групп. Спасибо, Николай, большое за интересный рассказ. И до встречи в эфире. Следующий вебинар состоится примерно через месяц, может быть, чуть больше. Как будем готовы, мы обязательно к вам пришлем следующее приглашение. Всего доброго, хорошего дня и прекрасных, веселых выходных, которые всех нас ждут. Всего доброго, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.